всем привет я решила сегодня сделать видео на русском языке чувствую что будет не так легко как на английском потому что это нелегко рассказывать вообще как я четыре месяца назад узнала многое о чем я подозревала все эти годы но не знала что именно происходит со мной и что происходит вокруг меня четыре месяца назад я узнала что все это время все мои соцсети оплате email телефон компьютер все было взломлено и очень долгое время мной пользовались моя жизнь была как открытой книга я как жила под камерой и все наблюдали за мной и это продолжало в течение девяти лет я не могла понять почему друзья от меня отказывались новые знакомства сразу сразу же прекращались и и даже мой доктор в колледже куда я ходила люди думали что я не замужем и не верили мне что я замужем 8 лет я не знаю почему я когда говорил что я замужем люди почему-то смеялись и говорили типа ну да ну да говори говори дальше я меня не могла понять чем дело все мои интимные фотографии все мои темная жизнь была скрыта наружу я наверно два года назад когда я делала блогинг я пыталась стать блогером у меня это не получилось потому что портили мою репутацию испортили репутацию моей профессии фотографа и жизнь пошла под откос особенно когда год назад и переехала в новый город и тут оказались очень много инженеров и хакеров которых очень много связи и моя жизнь пошла под откос очень сильно из этого и даже кажется кто-то снимал меня на веб-камеру от меня многие отказались моя семья мне кажется было в этом вмешано очень давно или они даже начали и меня везде преследуют люди вообще от будете смеяться скажите ну что за глупость она говорит но знайте всех террор это сейчас во всем мире следует сам по всем мире используется я не знаю где он начался в казахстане или в сша но мне кажется это в сша знаете мне уже ничего нечего терять мне уже все равно потому что уже и так то все под откос пошло вся моя блогерская карьера карьера фотографа который 6 лет пахала все испорчено в один момент единственный кто наверное мне верит это мой муж хотя у нас с ним было очень много проблем тоже мы с ним очень много раз пытались развестись свои личные проблемы но почему то все равно помогает мне верит мне он сам тоже сделал немало ошибок но мы ради ребенка пытаемся сейчас все восстановить дело нет дело в том что сейчас это какой-то тренд у власти держать в руках людей всех под откос над кем-то они командует над кем-то и нет но чувствовать контроль это страшно полиция везде за мной ездит куда бы ни пошла как будто есть какой-то криминал совершила хотя у меня нету никакого криминала в моей истории знаете я с ума сходила год за годом год за годом потому что люди просто знакомые какие-то или незнакомые люди делали были очень грубы со мной незнакомые люди могли спокойно что-то сказать я всегда думала что же такое что с людьми что постоянно мне все грубят почему я даже не могу на скамейке посидеть спокойно сама почему сюда везде люди ходят почему вертолеты летают почему полиция почему что это происходит знаю что я сама не ангелы совершила много разных ошибок огромную ошибку и совершила когда у меня было после родовая депрессия мне очень стыдно перенес перед очень многими людьми наверное это все было сказать давление было большое и те же начата потихоньку как называется уже нервы не могли стоять на своем месте понимаете это было нелегко сейчас происходит во время эпидемии болезни этой вообще какой-то ужас я даже не могу выйти из дома нормально мне также пытаются взломать в интернете преследуют меня в ресторан я вообще боюсь ходить потому что там меня травят у меня желудок полит у меня больше никого нет мне просто очень обидно что за все эти 9 лет никто мне не сказал слушай поменяй пароль что-то происходит даже если это государство за мной наблюдает пытается мне что-то навредить ну скажи мне в ухо скажи что-нибудь слушай что-то происходит не то ты спамишь кто-то тебя взломал кто-то делает ужасные вещи за твоей спиной ну просто предупредить никто не предупредил меня предупредили только вот четыре месяца назад мои новые друзья и несколько знакомых наверное им было очень жалко меня конечно только из жалости люди могут такое сказать в америке кейн стоке psy террор происходит очень масштабных в огромных масштабах очень много людей вы можете прогуглить посмотреть в ю тубе очень много людей у которых проблемы где целая комьюнити получается целый город будет за тобой наблюдать будет грубить и делать ужасные вещи будут теоризировать тебя чтобы ты совершила какое-то преступление или сорвалась или что-то сделала что потом могли тебя посадить куда-нибудь я просто не могу до сих пор понять почему я почему я была выбрана 9 лет тому назад или может больше потому что я чувствую именно тогда это начало происходить я думаю что это начал мой брат который постоянно просил у меня денег огромных потом было задействовано государства не государства полиции потому что моя мама звонила в казахстанское посольство в америке она может она может звонить в разные всякие учреждения не очень тяжело сейчас если бы это началось только год назад два года назад я бы сказала да ты сама виновата в этом сама и расхлебай я знаю что это происходило за очень долгое время никто мне не мог помочь никто не мог даже слова сказать я сорвалась я сорвалась из клетки я не делаю это видя чтобы меня жалели просто я уже мне уже все равно жизни уже и так в под откос но сидеть молчать терпеть все это я уже не буду так что просто знайте что этот террор происходит по всему миру многие люди страдают их выбирают и мучают как кроликов в научных всяких экспериментах спасибо всем